Иногда на ютубе появляются ролики на тему того, как какие-либо игры блокируются в разных странах, но я доселе не видел ни одного ролика на тему, как какие-то ММО игры блокировались в разных странах. Думаю, вышла бы из этого интересная рубрика, тем более до меня, как я полагаю, никто её и не делал. World of Warcraft. Правда, неожиданно, что эту игру, на первый взгляд, мирную ММО игру, которая порой подстраивается под реалии и идеологии других стран, чтобы её можно было продавать в этой стране, могли бы её заблокировать. Это, кто не понял, про постраивание под идеологии страны, я наводил пример с Китаем, где в их версии игры нету костей, слово смерть или мёртвый и тому подобных вещей. Но не в Китае дело, про Китай, я думаю, уже многие знают. Шёл далёкий 2012 год, и напряжение в политическом пространстве между США и Ираном достигли своего апогея в реалиях интернета. После нескольких скандалов США ввели санкции против Ирана, тот же, в свою очередь, начал блокировать всё, что было хоть как-то связано с Америкой. В это число также попал World of Warcraft. По факту, существование World of Warcraft до этих пор, по сути, никому не было интересно. Ну, есть игра и есть, но после санкций дела накалились, и все айпишники батлнета были заблокированы. Официально было несколько причин. Вот несколько причин блокировки. Первое. Пропаганда насилия. Из-за огромного количества насилия, игру признали слишком жестокой для их религии. Второе. Демонстрация неподходящей одежды и развратных нарядов для женщин-аватаров в игре. Третье, и, наверное, самое странное, на мой взгляд, это пропаганда суеверий и мифологии. Эту причину я нашел на форуме, посвященной этой теме, где человек из непосредственно заблокированной страны всё это и описал. Вот скриншот. Стоит также отметить, что на территории Ирана почти всё, что связано с фэнтези, было заблокировано, либо запрещено или очень сильно цензурируется, как и в случае с фэнтези-книгами. Под ударом санкций в ряд стран, которые блокируют World of Warcraft, также входит Судан и Сирия. Возможно, вы подумаете, что не так много людей там и играло, но нет, играло там вполне себе много людей. По ходу всех этих событий, связанных с блокировкой, Близзы потеряли около 250 тысяч активных подписок на World of Warcraft. Плюс, не только World of Warcraft пострадал, а и другие игры, например, StarCraft или Diablo. Прецедент, стоит отметить, в истории Blizzard далеко не первый. Пример с Китаем я уже наводил, но были и другие случаи. Например, из-за других санкций от США в сторону Мьянмы, страна была в своё время почти полностью отрезана от игр Blizzard. На форуме посвятили несколько тем, посвящённые этому вопросу. Вот скрин-ответы от саппорта Blizzard на форуме. Guild Wars. Это также, наверное, одна из самых популярных ММО в мире, и в своё время она была заблокирована в России. Где-то год назад, когда профессионалы своего дела из Роскомнадзора пытались заблокировать мессенджер Телеграм на территории страны, от их профессионализма пострадали и обычные игроки Guild Wars. Ибо, когда они блокировали айпичники Телеграма, они, видимо, случайно заблокировали айпичники Guild Wars, и не только. Из-за чего у некоторого количества людей появились огромные проблемы со входом, и многие тупо не могли зайти. Ибо, вроде как вчера, было всё нормально, но и никто не поздравил, что попытка Роскомнадзора заблокировать мессенджер приведёт к блокировке многих игр. К слову, они в своё время ещё умудрились когда-то заблокировать PlayStation на территории России. Помимо вышесказанной игры, в России были также заблокированы некоторые игры от Nintendo Switch, а именно Splatoon 2 и Mario Kart 8 Deluxe. Помимо Российской Федерации, игру вполне себе могли заблокировать на территории Бельгии. Причиной стало введение в законодательство более ужесточённых правил с внутриигровыми сделками. Если впрямь очень просто, то игры, где есть лутбоксы или что-то подобное в виде доната, должно быть немедленно заблокировано на территории страны. А по-хорошему, сразу же и на территории Европейского Союза. Ну, так как в игре была некая функция приобретения гемов, игра была заблокирована. Но разработчики не отчаялись и поступили хитрее. Они сделали полностью отдельную бельгийскую версию игры, где была полностью убрана возможность покупать или что-то донатить в игру. И так как это соответствовало требованиям Бельгии, игру по итогу разблокировали, но уже с урезанными возможностями. К слову, в той же Бельгии был небольшой скандал с такой игрой как FIFA. Где есть такая штука как Ультиматив, в который некоторые умудрялись сливать сотни тысяч рублей. И бельгийское правительство, увидев всё это, просто-напросто начало уголовное расследование. Вот так вот и живём. Имха считает, что они делают всё правильно, ибо по итогу, с нынешним стремлением издателей добавить побольше доната, это вполне себе может стать Аллодами Онлайн от издательства Mail.ru. Где куда ни плюнь, но ты только задонач. К слову, раз уж заговорили про Аллоды Онлайн, стоит также поговорить про Mail.ru, которая в своё время успешно заблокировала Аркейдж для всего окружающего мира. Как вы, наверное, знаете или не знаете, многие корейские игры делятся на разные рынки или регионы. Где конкретно там и отдельно от других регионов она и издаётся. Например, Корея, СНГ, Северная Америка, Европа и так далее. В каждом регионе, как правило, есть свой локализатор или издатель, который издаёт саму корейскую игру. Любой игрок из одного региона не должен пересекаться с другим игроком из другого региона. Нет, конечно, если вы перейдёте в другую версию игры, скорее всего, вам ничего не будет, но примерно такого правила существует. Но это правило, которое плюс-минус всех устраивало, мыло решило нарушить. На старте Аркейдж игроки из Европы могли играть на Ру-регионе, и первые несколько дней, когда многие туда пришли, начали играть, прокачиваться, и некоторые даже успели задонатить, мыло взяло и заблокировало их. Потом, через несколько дней, вновь разблокировало, после чего народ, который хоть и в небольшом количестве, но всё же успел задонатить, начал спамить на форуме. Мол, ну чё за дела, если вы и блокируете нас, то верните хотя бы деньги, которые мы вам отдали. Мыло сначала банило таких игроков на форуме, а потом и вовсе заблокировало им доступ в игру, но уже навсегда. Игроки даже пытались подать петицию в Корею, но ничем толком это и не закончилось. Ещё, наверное, стоит отметить, что на территории Украины заблокированы все игры от Мелла, после введения блокировки на многое, что было сделано в Россию. Но это, по сути, многим никак не мешает играть, ибо сразу же после введения закона в настройках игры появилась возможность подключить встроенный VPN, с которым вполне себе можно играть в игры от Mail.ru и не париться, так что блокировка особо ничему и не привела. Эверквест, наверное, одна из первых ММО-игр в принципе, которая и задала эпоху, которую успешно и принял World of Warcraft. И что же могло пойти не так в давном-давно выпущенной игре аж в 99-м году, которую уже, наверное, давным-давно все забыли, и она была заблокирована в Бразилии. Блокировка произошла в 2007 году, аж спустя 8 лет с её выпуска. Был проведён суд, который и признал некоторые игры опасными для их жителей, и нежелательны на территории их страны. Суд заявил, что некоторые игры поощряют подрыв общественного порядка. Он также постановил, что они являются нападением на демократическое государство и закон, а также угроза на общественную безопасность. По итогу было утверждено следующее. Эверкрафт в Рейдинг, потому что игроков просит принимать как и хорошие, так и плохие квесты, психологическое бремя которых, как говорят, вызывает некоторые проблемы, которые спустя некоторое время приводят к негативным последствиям. То есть вы примерно понимаете бредовой ситуации, помимо Эверквеста в бану улетела КСК и ГТА. Но закон в конце концов был очень быстро пересмотрен, и в 2009 году вышеперечисленные игры были разблокированы. Кроме одного региона в Бразилии, Минос Жерайс, где эти игры по симой момент заблокированы, и играть в них нельзя. В остальной части страны игра и сколько влезет. Я не могу понять, почему именно Эверквест решили заблокировать, ведь есть игры, а именно ММО игры, которые были пожёстче Эверквеста. Но всё же, как решил суд, так и будет. Линейдж 2. Как я говорил раньше, игры от корейских товарищей, как правило, делят на регионы, которые не должны между собой пересекаться. Но в случае с линейкой, этот закон не так сильно действует, и никто вас по попе бить не будет, если ты там пойдёшь на какую-то корейскую версию. Хочешь, иди на корейскую версию, а хочешь, иди на русской. Где, к слову, недавно народ из-за доната сбунтовался, организовал митинг, и когда Инова ответила, что, ну типа, мы ничего делать не будем, это типа, мол, решает всё только в Корее, а мы даже мелкие правки делать не можем, народ тупо взял и вышел из игры. Онлайн-серверы просел в два раза. Что даже на некоторых кастом-серверах по Варкрафту онлайн больше, чем у них на Essence Realme. Вот и играйте в фрю-то-плей игры. Но ближе к делу. Раньше у игроков СНГ была возможность играть на американских серверах линейки, которые было принято считать менее донатными, чем от российского локализатора Иновы, учитывая, что там реально народ сбунтовался, устроил митинг, объяснять всё, насколько там всё плохо с донатами, я думаю, не надо. Но примерно год назад, в году эдак 2018, все страны из СНГ, и вдобавок к ним Китай, Северная Корея и Куба, плюс страны, которым ранее были введены санкции от США, а именно Иран, Сирия и Судан, были заблокированы. В случае с СНГ, до недавних пор там вполне себе можно было играть и создавать аккаунты. Но сейчас, с большой долей вероятности, вашего персонажа, если он зайдёт с РУ-АйПи, кинут в бан. И даже всякие ВПНы далеко не всегда спасали от этой ситуации. Но была ещё другая проблема, что бан они могут кинуть сразу же, а могут и не кинуть вообще. Кого-то, например, после блокировки, банили сразу же, а кого-то нет, и кто-то там, по сей момент, не в бане. Тут уже играет сугубо удача каждого человека. Так как создавать аккаунты было нельзя, ибо они сразу же улетали в бан, старые аккаунты жили на порядок дольше. Поэтому некоторые даже в своё время успевали ими борыжить, так как просто успевали их создать до блокировки в СНГ. Печаль беда в том, что линейка это далеко не Варкрафт, где ты там за месяцок-другой можешь вполне себе нормально одеться, ходить по рейдам или инстам. Что уж говорить там про какие-то пиратки, где там на каком-то пандовове можно одеться за 2-3 дня и идти в осаду от гримара. Ну, хотя бы на первых несколько боссов. Стоит ли мне вообще говорить про редкость вещей в линейке с низким шансом заточки, которые, если продавать на биржах, могут доходить до сотни тысяч рублей. Согласитесь, было бы крайне неприятно оказаться в бане. И проблема в том, что реально кто-то влил в игру очень много денег, очень много времени, на порядок больше, чем вливают в Варкрафт, и оказался в бане. Ну что же, ну а по сути, на этом всё. Благодарю вас за просмотр. Удачи!